Добрый вечер, дорогие радиослушатели и радиозрители канала Медиа Доктор, радио Медиа Метрикс. На часах 20.01. Это значит, что в эфире передача травматология с доктором Фарба. И я доктор Фарба, травматолог Фарба Леонид Яковлевич. И сегодня в преддверии Нового года, можно и так сказать, у нас будет очень интересная тема. А почему в преддверии Нового года, мы чуть попозже расскажем. И сегодня у меня в гостях травматолог, кистевой хирург, кандидат медицинских наук, микрохирург Виктор Сергеевич Мельников. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Добрый вечер. Виктор Сергеевич, сразу, пока мы не начали наш разговор, мы знаем друг друга довольно давно. И я бы хотел сразу как-то установить некие правила. Можно мы будем друг к другу обращаться на «ты» по имени, не против? Конечно, только «за». Отлично. Иначе будем комплексовать. Да, мне кажется, что у нас довольно такое неформальное общение наладилось. Мы работаем в одной клинике уже достаточно давно. Но об этом тоже мы поговорим чуть попозже, твои перспективы. И всё-таки, кто же ты на самом деле сейчас, как ты себя позиционируешь? Травматолог, микрохирург или кистевой хирург? Тут, наверное, однозначного ответа нет. Потому что ты забыл ещё упомянуть такую специальность, как пластическая хирургия. Да, точно. Которая не так давно появилась в России. Которая, к сожалению, официально я не имею никакого отношения. Мы где-то посередине, наверное, между травматологами, между микрохирургами, между пластическими хирургами. И нельзя прям точно сказать, кто мы есть на самом деле. Во всём мире тоже нет какой-то ясности. Потому что хирургия кисти, непосредственно то, чем я занимаюсь, то, чем мы занимаемся, иногда, так же, как и в России, входит состав травматологии ортопедии. То есть, это является каким-то направлением травматологии ортопедии. Где-то это в более редких случаях отдельная специальность. Так же, как и пластическая хирургия тоже не везде. Ведь ты говоришь «мы». Вот «мы» – это кто? Это те, кто занимается хирургией кисти в России? Это и есть, наверное, опять же, нет официального статуса, официального, так сказать, направления к хирургии кисти. Есть отделения, которые специализируются конкретно на хирургии кисти. Мы говорим об этом, конечно. Где работают обычные травматологи-ортопеды или общие хирурги, или пластические хирурги. Я имею в виду «мы» – это, наверное, достаточно небольшое количество людей, которые при разговоре о патологии верхней конечности у этих людей сгораются глаза, появляется какой-то живой интерес. Это некая такая субспециальность, такое профессиональное сообщество. Я думаю, что ты знаешь этих людей практически всех по именам. Ты с ними знаком, и вы обсуждаете какие-то случаи свои интересные клинические. Насколько я себе представляю, по таким российским конгрессам кистевой группы, которые проводятся раз в два года, приблизительное количество активных членов этого общества – где-то 200 человек. На всю Россию. На всю Россию. Против 2000 в Америке. Про европейское вообще молчание. Не хотелось бы говорить, потому что там залы всегда биткомы. Витя, скажи мне, пожалуйста, ты начинал как травматолог, и как это всё, или не начинал как травматолог, как становиться микрохирургом, кистевым хирургом, немного о своём пути в профессии, об учителях? У меня бабушка, дай бог ей здоровья, в Киеве, которая травматолог-ортопед, которая 90 с лишним лет, и она только, наверное, последние лет 5 не работает травматологом-ортопедом. И как-то вот кто-то хотел в детстве быть космонавтом, кто-то испытателем, а я вот с детства, с 5-7 лет, точно знал, что я буду травматологом-ортопедом. И я совершенно чётко понимал, в какой институт я буду поступать. Ну, я не имею в виду первый, второй или третий медицинский, я точно знал, что это будет медицинский институт. Никаких сомнений никогда не возникало. То есть, это всегда были биологические олимпиады, это всегда были книги по анатомии с детства. То есть, путь был понятен. Да, от головы до пят была такая первая книжка по анатомии. Путь был предельно понятен. Потом на курсе, наверное, третьем института, даже на конец второго, начало третьего, в жизни произошли определённые перемены. И мне посчастливилось, наверное, начать жить в общежитии второго медицинского института. С учётом того, что я, конечно, москвич коренной, но так сложились обстоятельства. Ну, и там из последних сил старшие товарищи сказали, ну, пойдём, мы тебе что покажем. И привели меня в отделение хирургии кисти, 4-й градской больницы, которая до сих пор самая большая, самая активная по количеству пролеченных больных, в Москве уж точно. Ну, и с этого всё дело началось. То есть, с третьего курса начались дежурства, хирургии кисти. Именно в хирургии кисти. С третьего курса каникулы проходили в этом отделении, зимние, летние. Дальше больше была ординатура однозначно по травматологии ортопедии. И уже к тому моменту, к моменту начала моей ординатуры, я точно знал, что я буду работать именно в этом отделении. Я в этом никогда не сомневался. И, собственно, попав в ординатуру туда, я практически больше никуда не уходил. И с микрохирургией другая история. В четвёртой градской микрохирургии нету. Никогда не было. Но есть, даже, как сказать, есть. Наверное, это неправильно сказать. Неправильно так говорить. И была большая потребность именно в этом, которую я, наверное, пока головой не понимал, но как-то чувствовал, что без этого никуда. Эта потребность, точнее, понимание этой потребности созрело, когда я впервые поехал на Европейский конгресс. Я помню 2009 год, Познань, Польша. И посмотрел, что люди делают. А ехал я туда с ощущением того, что, ребята, я из самого крупного отделения в Москве, который там и в России, который занимается хирургией кисти. Одного из самых крупных, одного из самых древних, с какой-то историей, где работают люди, которых все знают. Я ехал с таким настроем, что мне нового ещё покажут. Показали, объяснили. Ты понял, зона развития колоссальная. Да, я понял пропасть. И микрохирургия была одной из этой пропастью. И дальше больше. Были курсы в 71-й больнице по микрохирургии. Но в силу того потока больных, той рутинной работы, которая была в Четвертоградской, это было больше, наверное, вопреки, нежели во благо. За что я очень часто и периодически получал и от начальства, и от коллег своих. Это стимулировало развитие. Конечно, конечно. Потом была клиника МОИО. Хороший скачок. Была стажировка, да. К сожалению, как и большинство самых хороших стажировок, она никак не была связана с моими работодателями. Скажи прямо, ты поехал за свой счёт туда. Однозначно, да. Ну, эта история понятна. Она и мне близка. Это наша реальность, к сожалению. Да, на месяц я уехал туда, и на какую-то из операций я попал к профессору Бишпу и профессору Шину, два близких друга, которые работают и оперируют вместе. И они увидели гонёк в моих глазах, спросили, тебе что, нравится микрохирургия? Я говорю, да, нравится. Я как-то в двух словах объяснил, что я, кто я, чем занимаюсь и минимальная роль микрохирургии в моей жизни. Они говорят, слушай, у нас на базе нашей клиники МОИО есть курсы по микрохирургии, хочешь? Я говорю, конечно, хочу. Я так был немного опрометчив, потому что придя вечером домой, уже после того, как мне было назначено время и день, куда я должен явиться с вещами на эти курсы, я посмотрел стоимость этих курсов, а это было 2000 долларов с копейками, с небольшими, за недельный курс на крысах, в специальной лаборатории. Но отдать должное с меня не взяли ни копейки. То есть люди увидели гонёк, они сказали, хочешь? Я сказал, да, хочу. И что особо было интересно, курсантов на тот период не было. Я был один курсант, и со мной сидел, фактически персонально занимался их тренер Билл Эдинг, очень такой интересный американец. Это прям его работа. Он сидит со студентами, показывает, отвечает за крыс лабораторных, за аппаратуру. То есть твой путь в микрохирургии начался с клиники МИО. Не самый слабый старт, наверное, я так считаю? Нет. Путь, наверное, были уже успешные. А, то есть были? Да, реплантации в Четвертоградской под бинокулярными лупами, за что, если мои товарищи об этом узнают, наверное, меня тут тоже по голове не погладят. Но вот именно в плановую микрохирургию, в понимание того, что я это могу делать, и то, что я точно это буду делать, пришло именно в клиники МИО, и благодаря этим курсам. Витя, ну, интересная на самом деле история. Она очень похожа на историю некоторых моих коллег, которые тоже, да и на мою собственную, которые, в общем-то, подвигаются своей профессией именно благодаря поездкам куда-то за рубеж, когда ты видишь что-то новое, открываешь для себя новые горизонты. Знаешь, я на самом деле планировал, да и планирую сейчас, построить нашу передачу, разделив её на две неравные, наверное, части. Это хирургия кисти как травма и как заболевание. И вот я бы хотел наш разговор о травмах кисти начать вот с той вопиющей истории, которая сейчас всколыхнула масс-медиа. Если ты помнишь, ну, наверняка ты слышал эту историю и читал, и всё это сейчас очень громко звучит. О том, как пьяный муж где-то в Подмосковье вывез свою супругу в лес, и там, приревновав или что-то такое, изрубил руки на куски, и вот её каким-то образом доставили в московскую клинику. Мне кажется, что мы сейчас должны рассказать эту историю в эфире, не давая никаких оценок юридических, это не наше дело, но зная выход этой истории, мне кажется, необходимо рассказать о коллегах, о том, что они сделали, насколько это была серьёзная работа, тяжёлая. Прокомментируй эту историю, она же тебе знакома. Да, я в курсе этой ситуации, я в курсе тех проблем, которые были. Во-первых, это очень, наверное, хорошее стечение обстоятельств, что всё более-менее кончилось так, как оно кончилось, не на уровне районной больницы, где бы сделали, а там сделали две культи на предплечье, правую кисть она была... То есть кисти были отрублены? Да, значит, левая кисть была отрублена полностью, правая кисть была не просто, она была изрублена, у нас это называется разрушение кисти. Ну да. То есть, когда уже вопрос о восстановлении сегмента не ведётся. И надо отдать должное, наверное, даже тем людям сначала, тем людям, которые оказались на первой границе. Это Серпухов? По-моему, да, Серпухов. Областная больница, люди в области, не областная, а центральная. Да, которые связались с отделением микрохирургии 71-й больницы и организовали транспортировку пациентки туда. Отдельно хотелось, наверное, выразить благодарность отдельную, насколько я понимаю, сотрудникам милиции, которые уже после этого случившегося, когда встал вопрос о том, что левая кисть утеряна, собрались... В прямом смысле утеряна. Да, её не привезли с пациенткой. То есть, её нет. Да, собрались, поехали на место преступления, нашли эту кисть и привезли эту кисть вместе с пациенткой в 71-ю больницу. Отдельное, конечно, выражение, уважение и благодарность от Тимофея Сухинину. Восхищение, наверное. Да, восхищение. Это тот врач, чья команда занималась реплантацией отрубленной кисти в течение 9-10 часов. Слава богу, у них это получилось, но там какие-то первые выводы, наверное, уже можно сделать, но всё равно об окончательных выводах именно медицинских пока говорить, наверное, рано. Но о том, что есть такое отделение, о котором, к сожалению, вспоминают, наверное, только вот по таким громким случаям, или когда администрация больницы нужна какая-то доля копиара. Она есть, есть доктора, которые работают, которые вот так просто виртуозно и великолепно делают свою работу. Поэтому, кроме слов восхищения и благодарности, скажу больше, меня с Тимофеем связывают, наверное, долгие уже годы дружбы. И для меня, по крайней мере, во многом он пример, и как именно энтузиазма, потому что немного постарше меня, но до сих пор с таким энтузиазмом, с такой хорошей оголделостью, оголделостью относится к своей работе. И это тоже неоднократные стажировки далеко не в России. И всё это... Ну, вообще, на самом деле, это уникальный, ну, наверное, уникальный случай, хотя для кого-то из вас нет. То есть, это рутина? Это не рутина, это каждый такой... Рабочий момент. Ну, рабочий момент, но каждая такая ситуация... Ну, это вызов, челлендж такой. Ну, это челлендж для врача, но это большая драма для пациента и для... Вообще, это катастрофа, да. Катастрофа. В этой ситуации мне, конечно, больше всего жалко детишек, которые были на семейных фотографиях этой пары. Там два маленьких ребёнка, это большая катастрофа. Глубляться в эту ситуацию мы сейчас не будем. На самом деле, это катастрофа. Мы ещё раз выразим благодарность и уважение нашим коллегам, травматологам, которые стоят на первом крае, вот на переднем крае, что в центральной районной больнице сработали правильно. Ну, 71 больница, это как бы бренд. И вообще, Витя, скажи мне, пожалуйста, а сколько у нас в принципе в Москве, вот даже я не беру в России, в Москве клиник, которые занимаются вот серьёзной хирургией кисти и микрохирургией в том числе? В России пошла, наверное, тогда ещё Советский Союз, наверное, пошёл немного не по тому пути, по которому пошли во всём мире цивилизованном. Мало где в цивилизованных странах есть разделение микрохирургов и кистевых хирургов. Это две вещи, которые связаны воедино, это одно и то же. У нас получается так, что у нас в Москве есть два отделения хирургии кисти, которые занимаются ургентной травмой, и есть отдельное отделение микрохирургии, про которое мы сейчас только что поговорили. 71. 71. Которая по факту занимается той же самой хирургией кисти, именно ургентной, но в том числе и реплантации, это прям их хлеб, это то, что они умеют делать виртуозно, филигранно, и то, что мы видели в этой ситуации. А ещё какие две клиники, ты говоришь? Ну, вот 4-я группа, 29-я. Есть ещё плановое отделение в Центральном сети травматологии и ортопедии. Ну, там заболевания, последствия, или тоже остро везут туда? Не готов ответить. Я думаю, что там, это, конечно, в первую очередь плановое отделение, но какие-то по согласованию единичные варианты поступления до бургента, я думаю, возможны. А скорая помощь, она в курсе, да, куда везти отрезанный палец там или что-то из этой серии? Ну, скорая помощь сама не принимает решение, куда везти. Ну, Центропункт даёт место. И этого достаточно вообще, как ты считаешь, вот количество пациентов, которые, предполагаешь, проходят в Москве, ну, понимая, работая в четвёрке, сейчас, предполагая, сколько таких больных достаточной мощности, вот такие кистевые, для того, чтобы Москву охватить с её проблемами? – Тут проблема немного шире и глуже. Всё зависит от того, какое качество помощи мы хотим людям оказывать. – Хорошую хотим оказывать. – Хорошую, да. – Как декларируется. – Да, хорошая помощь должна оказываться в хороших условиях раз, и хорошими врачами два. И то, и другое стоят очень больших денег. И ты сам хорошо понимаешь, что после 15-16 операций человек, наверное, будет не сильно способен оказывать эту квалифицированную помощь. – Мягко говоря. – Мягко говоря, да. Мы идём по пути сокращению коек, сокращению врачебных ставок, то есть не туда мы идём. Хотелось бы, конечно, больше, но имеем тот минимум, который имеем. Ну, сейчас, да, я с тобой полностью согласен, проблемы с коечным фондом, они касаются и частной такой вот сферы, как хирургия кисти и большой травматологии, мы это на себе испытываем каждый день, поток больных довольно большой, нам приходится как-то эти вопросы решать. Но я знаю, что идёт и некое в больницах как бы углубление и расширение каких-то отделений, вот целенаправленных, в частности, вот хирургии кисти или патологии верхней конечности. Сейчас, ну, мы можем как бы объявить, сейчас, в общем-то, эфир большой, и вот то, что мы с тобой работали вместе и работаем ещё там недельку вместе в 13-й городской клинической больнице. Кстати, спасибо тебе большое за совместный труд, нам было очень здорово с тобой работать. Взаимно. Вот, это, да, это правда. Но давай уже объявим всем, что ты переходишь на работу в другую больницу, в отличную больницу, в 29-ю городскую клиническую, и вот там как раз есть вот то самое отделение, которое громко названо, как оно названо, центр. Ну, там названо не отделение, там есть… То есть, это служба. Это пока, наверное, не служба, это просто три отделения, которых объединяет, как мне видится, воля главного врача. Это гнойная хирургия, отделение хирургии кисти, которая в 29-ю попалась в 6-й городской больнице, и отделение травматологии, которое тоже занимается патологией верхней конечности, но более в высокой участии. То есть, чуть выше кистевой сустав тоже, конечно, я знаю, они замечательным занимаются, то есть, синтезами. Синтезами лучевой кости, да. Лучевой кости, скажем так, да. И вот ты переходишь туда, цель твоего туда прихода, ты для себя, как видишь, как видит это главный врач, оставим главному врачу, что ты видишь для себя, какая твоя зона развития в этой клинике? Мне интересны два направления. Это, безусловно, микрохирургия, благодаря которой, собственно, я и попал в 29-ю больницу, точнее, благодаря которой меня и пригласили туда. Это, безусловно, ортроскопия кистевого сустава, которая, к сожалению, пока в начальном этапе, но она представлена в 29-й больнице, чего больше нет ни в одной городской больнице города Москвы. Плюс это отделение с историей, которое знают, там есть совершенно большой поток, очень большой поток больных, которым можно предложить что-то новое, то, что было недоступно до этого именно в 29-й больнице. Потому что плановая микрохирургия на кисти в Москве, насколько я понимаю, в 71-й больнице тоже есть энтузиасты такие, как Тимофей Сухинин, такие, как Георгий Назарян. Но в своей большей массе есть вопросы к этой службе. Также и в 29-й больнице, также и в 4-й городской. Я понял. Вить, смотри, мы сейчас немножечко прервёмся, буквально на несколько десятков секунд уйдём на рекламу. А вот все, кто останется на нашем эфире дальше, как раз-таки услышат о том, что больше, в принципе, травмы или заболеваний кисти. Это мы так как раз обсудим после рекламы. Оставайтесь с нами. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц. По разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске Медиаметрикс и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. Медиаметрикс. Свежие котировки новостей. Всегда под рукой. И снова здравствуйте. Мы на канале Медиадоктор Радио Медиаметрикс. Программа травматологии с доктором Фарбой. Мы сегодня в эфире с микрохирургом, травматологом всё-таки, и кистевым хирургом Виктором Сергеевичем Мельниковым. Мы остановились на том, чего же больше у нас травмы кисти или заболеваний кисти. Как ты считаешь, Витя? Слушай, ну тут вопрос, кто чем занимается. Те, кто занимаются травмой кисти, у них больше травмой кисти. Те, кто занимаются заболеванием, у них больше заболеваний кисти. На самом деле их поровну, потому что кисть это, наверное, самый часто травмированный орган, ну плюс заболевания тоже не так редкие, поэтому… То есть, где-то примерно пополам, ну даже невозможно, наверное, как-то оценить точно. Ну, по Четвёртой Градской я чётко помню, что с небольшим перевесом одно время было больше операций экстренных, потом, когда часть экстренных операций перевели в плановых, в плановые, так как перевал переломы пясных костей, которые начали лечить немного отсроченных, там не в день травмы, а там через несколько дней, то стало больше плановых операций, ну примерно поровну. Вот для травматологов, вот таких, ну назовём их обычными травматологами, вот как я, есть абсолютно чёткая сезонность травмы. Вот первый гололёд, последний гололёд, это вот всё наше. Вот у кистевых хирургов есть такое? Однозначно есть сезонность в травме, даже я скажу, в контингенте пациентов, которые поступают, то есть лет это в основном, конечно, наши любимые гастарбайтеры. С отпиленными пальцами, пропиленными руками, всё, что делается в Подмосковье, стройки. Дачи? Дачи, да. А зима? Зима тут сложнее. Ну, давай уже ближе к праздникам подходим, вот он Новый год. Ну, я, наверное, я понимаю, почему ты ведь клонишь. А куда я могу клонить? Это же вот оно, через две недели начнётся. Да. Зимой очень много пьяной травмы, которая... Это ладно. Порезал, решил выпить. Сначала выпил, потом решил порезать себе закуски, но тебе приехали там сухожилия, нерв. Порезал. Порезал, да. Витя, а вот это вот петарды, для меня это такой кошмар. Всегда боюсь, дети просят, я как-то так осторожничаю всегда. Что ты можешь рассказать для наших слушателей и зрителей? Сказать, рассказывать можно много всего и показывать ещё больше. Да, вот показывать. Не, на самом деле, мне кажется, в последние годы проблема нивелируется, потому что даже по своей какой-то экстренной работе в новогодние праздники могу сказать, что если раньше это был прям вал пациентов, то есть их там по несколько за ночь точно поступало в течение всех праздников, то сейчас это там один-два пациента за все дни. Люди осторожнее стали, что ли? Нет, люди не стали осторожнее, и всё равно они пускают, пытаются запускать пиротехнику в пьяном состоянии. Просто регуляция продажи пиротехники вышла на другой уровень. Опять же, сама пиротехника, то есть это уже не какие-то там хлопушки, которые могут взорваться у тебя в руки, а всё-таки это какая-то стационарная коробка с фитилём, который поджёг, поставил, да, и отбегаешь. В-третьих, ведётся какая-то такая, наверное, пропагандистская работа среди потребителей, продавцов, где всё это дело разъясняется. Опять же, в Москве, в каждом округе города Москвы есть специальные площадки для запуска пиротехники, это даёт свои... То есть ты считаешь, что если я купил лицензированный какой-то фейерверк, я абсолютно застрахован? Ну, наверное, абсолютно-то так, ни от чего никто не застрахован? Если ты ещё при этом трезвый, то, скорее всего, да, с головой, потому что пьяным этого делать нельзя однозначно. То есть сейчас мы говорим правила использования пиротехники от кистевого хирурга доктора Мельникова. Первое – трезвым. Второе – специально отведённом месте. Третье – лицензированное. Лицензированное. И тогда мы не встретимся. Возможно, но это минимизирует шансы, да, наши шансы встретиться. Хорошо. Ну вот если, не дай бог, что-то случилось, вот на самом деле взорвался этот пиропатрон в руке, ну там оторвал, не оторвал, вот особо опасно, это когда у тебя в руке зажат пиропатрон или когда ты его бросаешь, вот эта история? Слушай, ну это всё зависит от силы заряда, потому что если заряд не сильно большой, то все, не знаю, все в детстве, не все в детстве, какие-то небольшие корсары поджигали, зажимали в руке, да, там чем сильнее сожмёшь, тем меньше тебе будет больно. Если заряд большой мощности, то чем сильнее ты, конечно, уйдёт точно первый палец, вот, ну и длинные палец тоже пострадают сильно. Если на излёте, то, скорее всего, пострадают фаланги длинных пальцев, у меня где-то на Фейсбуке висела такая картинка. Ну эти страшные картинки у докторов у всех есть, у тебя в частности. Слушай, ну что делать-то на самом деле, куда бежать, вот что делать, травма, кисти, Новый год? Ещё, наверное, одно правило всё-таки стараться запускать пиротехнику в тех местах, куда скорая помощь имеет возможность доехать достаточно быстро. Вот, и если мы говорим про область, то, конечно, это в ЦРБ для оказания первой помощи, да, но потом по возможности, если травма достаточно тяжёлая, всё-таки стараться попасть в специализированный стационар. Если это произошло, не дай бог, в Москве, то, опять же, 4-я Градская, 29-я и 71-я больница, где есть специалисты, которые занимаются хирургией кисти. А вот это залить йодом, вот эти истории, давайте антисептиков, вот, пожалуйста, мнение? Нет, обложить стерильными салфетками, забинтовать и обложить холодом, причём не льдом, а снег тающий. Ну, снег в пакет, а уже пакет к руке. Ну, если на самом деле оторвало палец, да, такая страшная история, и вот люди рядом, они что должны с этим пальцем сделать, куда его положить? Ну, на самом деле, учитывая механизм травмы, наверное, уже мало что можно будет сделать, потому что тот объём разрушения, который произошёл, наверное, не будет давать возможность преплантировать палец. Но, тем не менее, это всё равно решает не больной, это не решает не скорая помощь, которая приезжает на место, да, это решает тот врач, который владеет методикой. И поэтому ему по-хорошему, конечно, надо взглянуть на этот палец. Лучше привести с собой всё-таки. Конечно. Учленённый сегмент какой-то. Ну, тоже его в пакет, в отдельный, да, им же пакет, обложить холодом. Ясно. Профилактика столбняка при кистевой травме? Однозначно. Однозначно. Даже не обсуждается, это нужно делать. Ну, там есть свои схемы, врачи это знают. Потому что некоторые товарищи, боясь каких-то аллергических реакций, сразу отказываются от этого. Лучше слушать врачей. Да, и мы с тобой всё-таки сейчас такие взрослые врачи, да, мы лечим взрослых людей. Не говорили про отделение микрохирургии филатовской больницы, которая занимается тем же салом для детей. Вот оно что. Филатовская больница, отделение микрохирургии. Замечательные доктора, которые спасают просто детей. Это, да, спасибо, что отметил, потому что ребята достойны уважения, это точно. Абсолютно точно, я знаю, роль реабилитации – это колоссальнейший момент в лечении любой патологии трамотологической. Это больная тема. Вот есть реабилитация. Совершенно. Во всём мире существует такая специальность, не только хендсёрджи, но и хендтерапия, которая занимается и консервативным лечением каких-то заболеваний, и в том числе и реабилитацией. Там есть эрготерапевты, такие странные люди, про которых в России мало кто слышал. И, к сожалению, в Москве мы не имеем людей, которых можно назвать хендтерапист или эрготерапевт, который специализировался бы на реабилитации, на лечении. Там очень много нюансов? Конечно. Это отдельная специальность. Вот эти вот штучки, которые ты там делаешь своим пациентам, я иногда захожу в перевязочную, вижу, как ты там что-то такое шаманишь. У нас это легло на плечи докторов, в Санкт-Петербурге другая ситуация, там есть ребята такие, подвижники этого дела, как один из них Коля Карпинский назвал, дауншифтеры из травматологии ортопедии, да, которые ушли в хендтерапию. Ну, они замечательные специалисты, доктора, то есть это не дауншифтеры, это настоящие специалисты, которые работают в связке со своими хирургами, им тоже надо отдать должное. Остеопаты. Такая штука интересная. Вот мы с тобой с позиции остеопатов, а лопаты такие прожжённые в гомеопатию, не верим в остеопатии, не понимаем, работает или нет? В кистевой реабилитации, как минимум? Ну, понимаешь, у остеопата задача на фоне, если есть какая-то проблема, докопаться до причины и исправить причину. С травмой кисти, с заболеваниями кисти, ты эту причину не исправишь с помощью остеопатии, поэтому остеопатия не будет работать. Так. То есть, вот... Я понимаю, когда баболит где-то, приходишь к остеопату, он смотрит на тебя, делает какую-то свою диагностику и говорит, что у тебя там изменена осанка из-за того, что ты ходишь не совсем так, распределяешь вес тела немного по-другому. Вот если тебе сделать так, так, так... Там тонкие материи, это всё не очень понятно, но где-то работает. Где-то работает. Это да. Когда у тебя были порезаны четыре сухожилия, сухожилия на четырёх пальцах, ты пришёл к остеопату, ну, причина понятная. Это от того, как ты... Это не зависит. Немножко разбавить серьёзность темы. Вот этот замечательный анекдот про реабилитацию, вот, который недавно я от тебя услышал. Давай его в эфир выдадим. Он приличный. Как раз про реабилитацию. Это старая шутка, когда для того, чтобы помочь больному разработать пальцы после операции, доктора подсадили больному блок. Блок, да. Вот. Ну, мне кажется, лучше реабилитацию не придумаешь. Правда, довольно страшная ситуация. Хорошо. Давай немного о заболеваниях кисти. Вот твоё самое частое заболевание кисти, которое тебе встречается в практике. Ну, я, наверное, не самая частая, а три самых частых. Это однозначно контрактуру дипютрена, это однозначно синавиальная киста, однозначно упухлевидное образование. Наверное, ещё четвёртое – это синдром карпального канала, как самая частая нейропатия вообще в организме человека. Расскажи немного про контрактуру дипютрена. Я вот вижу таких больных, я понимаю, что это встречается довольно часто. Мы видим только руки, потому что такие же штуки бывают на стопах. Борезы для дерхоза, по-моему. Да, есть ещё болезнь пейрония. Достаточно, как это, бич белой расы, наверное. Европеоидный, да? Европеоидный, да. То есть, это на самом деле чётко коррелирует с… Есть прямо эндемические места, по-моему, где-то в Норвегии, какие-то малочисленные народности, у которых в разы прямо выше встречаемость контрактуру дипютрена. В чём она проявляется? Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории. Это рубцовая перестройка ладонного поневроза, которая приводит к формированию сгибательной контрактуры пальцев. Можно сказать, что у негров… Будем палить корректно. Да, будем палить корректно. У людей негроидной расы она встречается в единичных случаях. То есть, это не характерно для наших друзей. Когда нужно обратить внимание человеку на изменение своей ладони? На что нужно обратить внимание человеку, чтобы обратиться к специалисту по поводу начинающейся контрактуры дипютрена? Я со стороны специалистов, которые всё-таки лечат это оперативно. Так. То есть, ты видишь уже прям такие необратимые изменения? Да. И вообще это обратимо или нет? Нет. Это не обратимо. Скорее всего, можно замедлить развитие. Значит, я уже обращаю внимание. Ко мне приходят люди, у которых уже есть сформированные тяжи. То есть, есть субстрат, который можно оперировать. Опять же, существуют методики, скажем, малоинвазивные с помощью… называется игольной апоневротомии, когда это с помощью иголки рассекается. Такие методы дают достаточно высокий уровень рецидивов этого заболевания, потому что это просто устраняет механическую контрактуру. Не удаляется тяж, да, и это всё возвращается обратно очень часто. Игольная апоневротомия можно сочетать с введением коллагеназа. К сожалению… То есть, фермент, который должен немного размягчить рецидивов. Да. Он не точно размягчает, он разрушает этот тяж. Разрушает. Он разрушает этот тяж. Но опять же, методики, по которым работают за рубежом, в России недоступны по силу того, что тот же Ксиофлекс, Ксиофлекс, который, по-моему, единственный препарат, лицензированный для лечения контрактуру дипитеринной болезни лидерхоза. В России не зарегистрирован. То есть, мы можем… Да, его нет у нас на рынке, но и стоимость одной инъекции порядка 700-800 евро. Понятно. А твоя методика, которой ты работаешь, это открытая или нет? Как ты работаешь? Да, мы открываем, удаляем, снова зашиваем. То есть, это апоневротомия. Чисты ли рецидивы после вот такой? Бывают. Безусловно, бывают. То есть, если мы говорим, что берём пятилетний период невыживаемости, наблюдений, то при игольной апоневротомии 70-90% рецидивов в той или иной степени, то, кстати, о открытых операциях и в сравнении с введением коллагеназа того самого фермента, количество рецидивов примерно сопоставимо. Витя, вот у нас осталось где-то порядка 4 минут на разговор. Я традиционно всегда прошу своих гостей рассказать какой-нибудь интересный клинический случай из своей практики. Что тебе запомнилось? Ну, их много на самом деле, но что-нибудь такое новогоднее, что ли? Новогоднее? Не обязательно новогоднее. Какой-нибудь случай, который тебе запомнился? У нас... Ну, не обязательно недавний, но можно любой. Все практически случаи, они связаны с какой-то трагедией для человека, поэтому... Без имен? Нет, это понятно, что без имен... А я вот помню, ты рассказывал историю, когда кто-то резал салат и потом мыл. Вот это можно... Кстати, наш коллега, да, врач-анестезиолог. Он не реаниматолог, а анестезиолог. То есть, он мыл... На дежурстве, прямо вот на работе, да, решили, кстати, перед Новым годом это было... Ну, я же говорю новогоднюю историю. ...порезать салат, нарезать салат. Пошел помыть нож. Мыл нож, подошла сестра, которая ему помогала. И вот в то время, пока он мыл нож, она взяла этот нож и вытащила его из его рук. Кончилось, да, четыре пальца, четыре погражденных сухожилия. И прямо там же в операционный вы его и взяли прямо под Новый год? Ну, он приехал уже из своей больницы к нам. Ну, то есть, человек в ближайшие полгода выпал из профессии однозначно и... Да, история новогодняя, но, к сожалению, грустная. Поэтому мы, конечно, надеемся, что наши слушатели не попадут в такие истории, а будут очень аккуратны. Ну, были и курьезные какие-то такие ситуации, достаточно веселые. Помню, в Четвертой Градской, когда работал, к нам в отделении начали госпитализировать больных укушенных разными животными для вакцинации укушенных в кисть. Наверное, самые такие веселые воспоминания как раз были первые пациенты. Пусть, например, мумифицированной мышью в истории было написано. То есть, это... Отличная история. Да. Мужчина зашёл весной в гараж после зимы. У него... Увидел. Да, мышь, которая застряла в обшивке гаража, ну, и умерла и мумифицировалась. Он начал её пальцем оттуда выковыривать и наткнулся на зуб. Да, достаточно история такая прямо в египетской мумии. Ну, собственно говоря, Вить, мы заканчиваем наш разговор. С тобой всегда интересно общаться, и не только на медицинские темы. Ещё раз хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты работал с нами в 13-й больнице, за то, что ты пришёл сегодня на эфир, и я надеюсь, что нашим слушателям было интересно, потому что такие истории, ну, где ещё услышишь? Только вот из уст профессионала. Поэтому мы с Виктором Сергеевичем желаем всем нашим слушателям здоровья, берегите свои руки, потому что, ну, это то, что мы видим каждый раз перед собой, это то, что нам позволяет жить, работать, ну, самое главное, мне кажется, да, это наши руки. После головы. Или руки – это продолжение нашего мозга? Ну, кисть – это, видимо, часть мозга, да. Да. Кто сказал? Кто сказал? Кто сказал? А я и не помню, кто это сказал. Но что-то по этому поводу точно говорил Фридрих Энгельс. Нет, это ты сказал Эммануил Кант. Кант. И есть большое мнение, что всё-таки, ну, это не мнение, это уже наблюдение, пластичность мозга, она… Напрямую коррелирует с нашей рукой. Коррелирует, да, с кистью, и кисть – это тот орган, который доказанно занимает наибольшую площадь в коре головного мозга. Вот на этой ноте мы и завершаем наш эфир, а увидимся в следующий раз, 27 декабря, и поговорим о заболеваниях суставов. Спасибо, Витя. С Новым годом! Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова